Последняя продуктовая ярмарка в Саранске проходила перед новым 2020 годом, а дальше привычный график сбился. Из-за пандемии вместе с другими массовыми мероприятиями власти города отменили традиционную ярмарку перед Пасхой и перед днем народного единства. Впереди Новый год. Может быть еще можно что-то сделать? Чтобы провести ярмарку, реализации продовольственными товарами, необходимо соблюсти следующие, чтобы были соблюдены следующие условия. Это обязательное использование масок и перчаток, это обязательное соблюдение социальной дистанции, это обязательный входной контроль и термометрия всех лиц, кто будет проводить эту ярмарку. Вопрос о проведении предновогодней ярмарки в Саранске поставил перед республиканским правительством в Рио главы Мордовии Артем Сдунов. Сказал, что люди ее ждут, а если есть потребность, значит нужно рассмотреть и возможности. Посмотрите, где будет удобно разместиться тоже. И вместе с городом, с Петром Николаевичем, посмотрите, где мы можем сделать. У нас явно должно быть не четыре точки. А нам надо несколько распределенных точек с одинаковым качеством. Вот это уже зависит от вашей работы. Ассортимент, качество и ценообразование. Чтобы люди знали, по какой точке мы поехали, везде будет одно и то же. Уличные торговые площадки всегда были серьезным инструментом, чтобы сдержать рост цен. Продукты продавали с минимальной наценкой, а то и по себестоимости. Для покупателей экономия, а для местных сельхозпроизводителей дополнительная точка сбыта. За несколько часов они могли сделать дневную выручку и прорекламировать свой товар. Сейчас, когда из-за пандемии доходы населения упали, ярмарка может всем помочь. Сдержать цену в преддверии новогодних праздников. Также для того, чтобы обеспечить наших жителей города качественным и недорогим продуктом местных товаропроизводителей. Более полугода данные ярмарки не проводились. Поэтому ассортимент будет как ассортимент, так и количество привозимой продукции на ярмарке будет в избытке. И всем жителям города, которые хочут приобрести продукцию у наших мордовских сельхозтоваропроизводителей, всем продукции хватит. Розничные цены на многие продукты широкого потребления выросли за три осенних месяца. Если посмотреть на статистику с конца августа по конец ноября и не брать в расчет сезонные огурцы и помидоры, то получается, что яйца в среднем подорожали на 10 рублей, подсолнечное масло на 20 рублей, неразделанная мороженая рыба на 14. Это то, что обычно на продуктовых ярмарках чаще всего покупают и что подорожало в последнее время сильнее всего. А вот морковь, пшено и яблоки в цене упали. Тем не менее, опрос общественного мнения показывает, страх перед пандемией у некоторых покупателей сильнее желание сэкономить. Если вдруг решат проводить, вы пойдете или нет? Наверное, нет. Почему? Боюсь. Конечно, наверное, нужна. Люди соскучились, наверное, уже по ярмарке. Все равно интересные там. И закупки делают очень крупные, и все покупают все вместе. Уже известно, что в Саранске предновогоднюю ярмарку устроят не один раз, а целых три. Ближайшие 12 декабря. Изменится и формат торговли. Вместо четырех перекрытых улиц будут большие парковки. Их количество вырастет с конкретными местами проведения власти, как раз определяются. Так получится не создавать толпу и соблюсти санитарные нормы. Сейчас специалисты Министерства сельского хозяйства изучают розничные цены в торговых сетях, чтобы потом дать рекомендации по их снижению участникам ярмарки. Людмила Кусерова, Андрей Просвиркин. Наши новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова